Рад приветствовать вас, дорогие зрители. Вы смотрите канал Анапчане. С вами Максим. Вечер, 8 мая 2023 год. Температура воздуха около плюс 12 градусов. Набережная, высокий берег в районе маяка. Сегодня в Анапе преимущественно пасмурно и осадков почти что нет. Дует небольшой легкий ветерок. Температура воды в море к прежнему около плюс 14 градусов. И прогноз погоды обещает то, что в ближайшие 10 дней нас все-таки в Анапе ждет очередное потепление, которое начнется уже с 11-12 мая. 11 мая будет плюс 18, 14 мая будет плюс 19, а с 15-16 мая уже температура воздуха будет составлять выше плюс 20 градусов по прогнозу днем. И обещает переменную облачность. То есть вот 9 мая еще, возможно, дожди, а потом на ближайшие несколько дней просто переменную облачность. С празднениями, конечно же. Друзья, поздравляю вас всех с праздником Великой Победы. Это праздник наших отцов, наших дедов, наших прадедов. И, конечно же, наш праздник. Мой отец был участником Великой Отечественной войны, прошел всю войну до Берлина. Я рассказывал о войне неохотно, помню, рассказывал один эпизод, как они сидели с товарищами, пережидали бомбежку, укрывшись в воронках от снарядов. И его товарищи позвали из своей воронки к себе. И почти сразу после того, как он перешел из той воронки, где он укрывался, в эту воронку прилетел еще один снаряд. Так что ему повезло. Он этот случай запомнил на всю жизнь. Но праздновать моему отцу День Победы очень нравилось. В этот день он надевал все свои ордена и медали и выходил, гордясь за всеобщую победу тогда еще СССР в Великой Отечественной войне. А что у нас сегодня на море? Сейчас время заката. Закат мы сегодня не видим. Море сегодня спокойное. Пляж железобетонный, на который ведет лифт. Понятное дело, что люди не загорали на пляжах Анапы ни сегодня, ни вчера, ни позавчера. А просвет вот там, видите, небольшой есть. Видно, что небо там гораздо светлее. Есть в Анапе такие блогеры, которые в мае, в солнечный теплый пляжный день, снимают несколько обзоров сразу за один день, а потом в течение следующих нескольких дней эти обзоры публикуют. Хотя погода уже совсем не та в Анапе. Причем они в своих обзорах дату не называют, чем вводят в своих зрителей как минимум в заблуждение. И зрители, посмотрев такие обзоры, думают, что в Анапе классная погода сейчас, что люди загорают на пляжах курорта день за днем. А по факту в Анапе уже третий день дождливый, пасмурный. Крайне солнечный пляжный день в Анапе был 5 мая, а после только пасмурные дожди. Я думаю, что таким блогерам катастрофически не хватает честности, ведь что стоит называть в обзоре дату съемки. Но ради, как говорится, хайпа, такие блогеры сильно искажают действительность в плане того, какая сейчас в Анапе погода на самом деле. Интересная примерная статистика. Сколько стоит отдых в Сочи и в Анапе в этом мае? Аналитики АТОР приводят такие расчеты. Рассматривались варианты с заездом на отдых в середине мая. Туры в Анапу, только отель с питанием на двоих на неделю. От 30 тысяч 800 рублей на двоих с питанием все включено. Поезд из Москвы обойдется еще в 40 тысяч рублей в купе. Самолет до Сочи плюс наземный трансфер в Анапу выйдет суммарно примерно в ту же самую сумму. Туры в Сочи, только отель с питанием на двоих неделя, от 36 с половиной тысяч рублей на двоих с трехразовым питанием. Блеты на рейсы Москва-Сочи туда-обратно на двоих на 13 мая, например, стоят от 23 тысяч рублей. Это на двоих именно. Туры в горный кластер Сочи, чтобы отдохнуть в комфортных апартаментах на курорте Красная Поляна, от 18 тысяч рублей за неделю на двоих. Билеты до Сочи и обратно на двоих обойдутся еще в 23 тысячи рублей. А вот отельеры Крыма пожаловались на резкий спад турпотока. Спрос на отдых в Крыму в текущем году оказался как минимум вдвое ниже прошлогоднего. Мы заливаем деньги в рекламные бюджеты. Люди смотрят рекламу, но кликают на нее в три раза меньше, поскольку это Крым. Загрузка отеля на лето сейчас в два раза ниже, чем в прошлом году. Мы опустили цены на 10%, даже это не помогает. Если загрузим объект на 60-70%, это будет хороший сезон для текущих условий, рассказал управляющий одного из крымских отелей. Многие путешественники избегают поездок на полуостров не столько из соображений безопасности, сколько по причине транспортных затруднений. Ожидание досмотра автомобиля на Крымском мосту может растянуться на весьма продолжительное время. 30-часовое путешествие по железной дороге также привлекает немногих. В результате большинство путешественников вместо поездок в Крым выбирают в этом году отдых в Краснодарском крае, Кавминводах или Абхазии. Это у нас спуск на пляж Высокий берег в Малой бухте. До меня дошла информация о том, что в Анапе на днях активизировались снова так называемые докхантеры. Это люди, которые ходят, раскидывают отравленную еду собакам с целью отравить собак, убить, как говорится. И меня крайне возмущает поведение этих докхантеров тем, что они устраивают так называемый самосуд. Всех собак, как говорится, равняют под одну гребенку. То есть собака может быть вообще ни разу не агрессивной, не заставлять никаких проблем окружающим людям, но докхантеры почему-то считают своей обязанностью избавлять городские ландшафты от собак. Вот смотрите, вечер уже после заката, считайте, воздух 11 градусов, вода 14 градусов. То есть вода теплее, чем воздух. В принципе и днем тоже вода была теплее, чем воздух. Вот такая у нас погода в этом мае. И вы знаете насчет докхантеров? Я считаю, что любой такой докхантер, он гораздо опаснее тех собак, которые кажутся ему вредными и опасными для общества. Потому что если сегодня такой человек без суда и следствия решается убить собаку, нескольких собак, то чего от него ждать завтра? Чего ждать от таких людей завтра? Может быть он завтра решит, что ему там какие-нибудь люди мешают? Да? И тоже начнут какие-то вредительские действия предпринимать против них. Крайне осуждаю всех этих докхантеров и надеюсь, что все-таки полиция Анапы будет предпринимать хотя бы попытки в их поимке. Кстати, друзья, по данным Совета ветеранов, в настоящее время в Анапе проживают 16 участников Великой Отечественной войны. 16 ветеранов. Каждый из них, наша гордость, каждый живая история. Пересислим их поименно. Это Тамара Андреевна Белугина, Федор Петрович Бочаров, Федор Константинович Гореев, Владимир Семенович Крижановский, Василий Михайлович Кулькин, Иван Иванович Молунов, Алексей Петрович Парфенов, Евгений Федорович Севрук, Екатерина Кузьминична Терновая, Саравар Саригаскарович Файрузов, Леонид Денисович Захаров, Евгения Савельевна Гренко, Тамара Антоновна Макарова, Нина Павловна Кашевская, Иван Степанович Карабак и Татьяна Петровна Капелькина. Спасибо, дорогие ветераны, за победу в этой великой войне. Вот, друзья, такие у нас в Анапе новости. Будем надеяться, что со второй половины мая погода в Анапе будет хорошей, потому что нужно, чтобы море прогревалось к лету. Да, вообще, вот во многих комментариях я читаю то, что во многих городах более северных, чем Анапа, температура воздуха сейчас выше плюс 20 градусов, а в Анапе всего-то 12-13. Друзья, если хотите знать, что на самом деле происходит в Анапе, в том числе и с погодой, подписывайтесь на наш канал, если еще этого не сделали. Ставьте лайки этому видео. Делитесь этим видео в социальных сетях с вашими родственниками, друзьями, коллегами. Пусть как можно больше людей знают, что на самом деле происходит в Анапе. Меня зовут Максим. Желаю всем добра, желаю всем мира. Все. Покедова. До новых встреч.